МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Гомеле прошел первый инженеринг-джем техокотон социально-значных проектов. Объединенные агульные идеи, студенты и сотрудники IT-компании собрались разом, чтобы за два дня распроцовать основу мобильных додатков, корыстных для жахаров Гомельского региона. Туризм, клопот про обездомных живел, дитяша обеспечка и юридичная справа – темы, с которыми зараз працуют программисты. С подобязанностями наш корреспондент Евгений Кухаронак. Инициатором и организатором первого в Гомеле инженеринг-джема выступили супрассонники компании ЭПАМ. Идею подпрыгал Гомельский облаконкам. До местных уладов специалисты сферы IT звернулись с переликом проектов, которые закликаны сделать более комфортным и безопасным життё жахаров Гомельского региона. Облаконками допомогли глибей вызначить проблематику кожной темы. Тепер настав час креативить и знайсти сучасное, мобильное решение актуальных задач. Нас поддержали, нам предоставили гораздо более широкий спектр проблем, из которых мы отобрали самые приоритетные, самые важные и которые сегодня в рамках хакатона мы попытаемся решить. Мы сделали это умышленно открытым мероприятием. Мы позвали все IT-компании, студенческие команды, чтобы они тоже могли в этом поучаствовать, нести добро вместе всем IT-сообществам города. Поджемить собрались 50 человек. У креативе споборничают 10 команд, среди которых особенно студентские и профессиональные. Поступили так само индивидуальные заявки на отдел. Усим необходимо створить прототип мобильного додатка по теме одного из четырех проектов. Туристический доведник по Гомельской области, база даденых для бездомных живел, навигатор для школьников, типа программы отправки заявок на адвокатскую допомогу. Приложения должны быть в первую очередь современными и удобными для пользования любым использованием. То есть это, чтобы в любом возрасте человек мог пользоваться этим приложением, как ребенок, так и уже люди престарелого возраста. Также приложения должны поддерживать различные языки. Подчас джему с удельниками працуют эксперты. Процессовники державных органов и громадских объединений зацекавлены у створения таких мобильных додатков. Яны выслуховываются про пановы распроцессчиков и подказываются нюансы, на какие необходимость вернуть увагу. У пошуку решения то и ци иншие социальные проблемы. До речи и иншие узнятые супрацовниками ЭПАМа социальные питания так само не застанутся поза увагой. Домовленности об супрацовнистве уже складены. Когда поступило предложение по совместному сотрудничеству, мы совместно с общественной организацией инвалидов обсудили пути возможного сотрудничества, наметили определенное направление. Это и по безбарьерному доступу, и приложения, которые помогут лучше ориентироваться лицам, которые имеют нарушение слуха или зрения. Обсудили наши предложения с руководством ЭПАМа. Я выражаю надежду, что все наши начинания будут реализованы. Покинем на певный час молодых и креативных и за зернем у одновленную лабораторию ЭПАМ, якую урочисты открыли под час джему. Базируется она на математичном факультете Гомельского государственного университета имя Франциска Скарины. Тут будут проходить занятки, тренинги и встречи с ведомыми в IT-сферы особами. Треба означать, что Амаль Палова, выпускников IT-специальностей, размярковывается у компании резиденты Парку високих технологий. Я считаю, что это сотрудничество основополагающее. Почему? Потому что ребята у нас не только проходят обучение в рамках учебного процесса, но в совместных научно-исследовательских лабораториях, одну из которых мы сейчас модернизировали и заново открываем с фирмой ЭПАМ-Системс, проходят дополнительные тренинги. Ребята сдают экзамены, спецкурсы и получают сертификаты ведущих компаний мира. Сегодня они пришли на джем у свой выходный день, каб отримать новый опыт, показать, на что сдольные докрануться до агульной корыстной справы. Уже завтра после обороны проектов эксперты вызначать команду-пероможцу, а сами удельники – того, кому достанется приз глядацких симпатий. Об обязательстве реализовать проекты на справе и сделать готовый продукт берет на себе компания ЭПАМ. Причем корыстные мобильные додатки будут сделаны на безвыплатной для региона основе, в той час, як звычайный кошт подобной распроцовки стартует от 5-10 тысяч долларов. Евгений Кухаронак, Игорь Марышченко, телерадио «Компания Гомель». Саутро в Беларуси будет ознашаться День навуки. У Гомеля до этой паде промерковали урожисты сход и выставу досягнению размещенных у нашей области науковых установ. Доследования, которые проводят их супрацовники, запотребованы не только в Украине, а и за ее межами. Наши корреспонденты ведают, чем сдольны издевить науковцы Гомельской области. День беларусской навуки – падея, которая позволяет еще раз осанить ее роль в развитии громадства. Хоть и казать об обособленном развитии науки, так сама нельга. Сегодня наука – понятие интернациональное. На Гомельшине выучать замежный опыт начинают еще в старейших классах. Перш за все, это тысячи савучни, которые принимают удел в международных олимпиадах и проектах. У Гомельской областной науково-технической библиотекции зараз можно ознаемиться практически с любыми напрацовками, яких нема в открытом доступе. Библиотека имеет более 40 баз данных. Это Европейского естественно патентного ведомства и других зарубежных стран. Америки, например, Японии. И, безусловно, эти ресурсы очень востребованы на сегодняшний день и очень актуальны, так как мы понимаем, что наша экономика без развития, она, в общем-то, не сможет добиться хороших качественных результатов. Сегодня в Беларуси до науковой деятельности маяць дошенения не только специализованы институты, але и усе вышедшие научальные установы. Только на Гомельшине гэта тысячи человек, які займаются саправды запотрабованной справой. По часу рашистого сходу огучиваются летошние выники. По лицензиях института металлополимерных систем вырабляется продукция амаль на 800 тысяч долларов. У институте радиобиологии летось проводилися доследования по уплыве на здоровье электромагнитного опроменьвания. Гэта проекта вошел у топ-10 науковых выника у складины Национальной академии наук. Тут же распроцованы методы оценки ДОС, опроменьвания особливо небеспечным радионуклидам, амирыциям. У институте лесу проведены доследования, які дозволяють повысить устойливость биосистемы. Дарайши сами вученые с думкой об тим, что для развития региональной науки меньше умолчим для науки столичной, категорично не згодны. Калі ест кадры, будзе і выник. Определяет не регион, не место, где находится то или иное научное учреждение. Не даже учреждение, в котором работают ученые, а уровень работы. Если уровень работы соответствующий мировому, соответствующим тем высоким критериям, которые предъявляются для вхождения в то или иное программу различного уровня, то финансирование будет получено. Если этого нет, то финансирования не будет. Выники работы податковых инспекций региона за минулый год разледили на посяжении областной коллегии. У ее принял дел министр по податках и сборах Республики Беларусь Сергей Наливайко. И он отзначил, что наш регион традиционно показал высокие выники. По удельной вазе податковых поступлений у Гомельшина займает третье место у Республицы после Минска и Минской области. Выник у 2 млрд 630 млн рублев, перевышая план на 1,1%. На улику в податковых органах находится практически 29 тысяч индивидуальных предпринимальников. В сравнении с 2018 годом это больше на 6%. От их в бюджет поступило 125 млн рублев. Действие, которое не потребует регистрации, в якости ИП ведут больше 6 тысяч человек. Колкость физических особ, которые работают по заявным принципам, повеличилась на 16%. Этот год для податковой службы краины юбилейный. З дня ее створения исполнится 30-ти годовым. Все эти годы мы работали в рамках реализации стратегии 2016-2020 года. И много вещей там было заложено. В первую очередь это переформатирование работы и выстраивание клиентоориентированной службы. Я убежден, что прошедшие периоды показали, что нам это удалось. Очень много сделано. Но, конечно, еще есть планы, есть задумки. Мы видим, по каким направлениям нам надо двигаться, где нам надо добавлять, и что нам необходимо еще менять и совершенствовать. Министр подкреслил, что в данный момент политика державы нацелена на снижение податковой нагрузки и спрошение законодавства. На первые дни Международного дня мытника в пункте пропуску «Новая Гута» прошла информационная акция. Супрацовники Гомельской мытнии раздавали водителям памятки с основными нормами перемешания товара в празмяжу. Такие брошюры добрая мощность освежить в памяти базу мытного законодавства. Подобные акции направлены, прежде всего, на максимальное вовлечение наших граждан в ознакомлении с базовой нормой таможенного законодательства. Сейчас таможенное законодательство часто меняется, и мы должны оперативно на это реагировать и, естественно, информировать наших граждан. Нагадаем, с первого студента этого года увидены новые правила увоза товара для особистого корыстания. Снизилась одиная ставка мытных пошлин и податка удочинения до товара особистого корыстания, которые пересылаются в международных поштовых отправлениях. Теперь за перевышение допушального объема перемешения необходимо выплатить податок 15% от кошту, а не меньше за 2 евро за килограмм перевышения вартосной и ваговой нормы. Так само с этого года не выкористовывается понятие «неподельный товар». Доведаться об изменениях больше подробностей можно на сайте Гомельской мытни. В Гомельскую область в рамках одиного дня информования наведа устаршения Державного комитета по стандартизации Республики Беларусь Валентин Татарыцкий. В программе визит в шарах подведомостных предприемств и других установ. Одна из них, Гомельский областный лицей, здесь створенный учебно-практичный центр по энергосбережению, один и в своем роде у Республики. Тут наушенцы не только отримывают теоретичные веды, но и на практике спостигают науку экономии и бережливости. Центр уникальный еще и тем, что на его базе працует солнечная электростанция, которая позволяет выполниться в перевагах зеленой энергетики. В лаборатории отбылась встреча с лицеистами, которые планируют отримывать эдукацию и працать в голени энергетики. В подарунок лицея гости передали соправдный раритет – керосиновую лямпу. В ходе визита Валентин Татарыцкий разом с керавницей областного управления по наглядам за рациональным выкористанием ресурсов и регионального центра стандартизации метрологии и сертификации на виду Белдуцте выступил перед профессорсковыклашеским составом и магистрантами. Керавник Дзяж Стандарт отказал на пытание и ознайомился с материально-технической базой ВНУ, а так само навыковыми доследованиями в голени энергии эффективности. Конечно, хочется пожелать всем нам больших достижений в этой сфере, потому что производство без поддержки науки на сегодняшний день не может выпускать конкуренто-пособную продукцию. Конечно, должна быть тесная взаимосвязь и светлые умы наших ученых должны быть посвящены и востребованы нашей промышленности. Семь годин, чтобы сделать правильный выбор. Сегодня Гомель принимает областный кастинг конкурса «Мисс Беларусь-2020». Столичная жюри приехала в Громадско-культурный центр, чтобы выяснить девочек, которые представят по дневному-сходному региону Беларуси на финальном этапе в Минске. С претендентами познакомилась Ганна Каральчук. В минулом году организаторы конкурса провели 126 районных кастингов по всей Украине. Самым массовым стал отбор Гомеля, который собрал рекордную колькость претенденток – около 200. На областном этапе за выход в финал споборничают приклад на 100 девочек. Умовы остались ранее. Беларусское гражданство у взросла от 18 до 24-х годов рос не ниже 174 сантиметров. У дельницы не должны быть в шлюбе иметь детей. У остальных – все индивидуально. У меня не отрывалось, значит, и у тебя отрывается. Все летний слоган конкурсу, який с телеэкрана уговорили попередние королевы про Гожосте и мотивовали пройти на кастинг на ваттых, кто николи не стоял на подовме. Это мой первый опыт на третий раз. То есть, сначала я была в Светлогорске, потом второй раз в Гомеле, и вот опять в Гомеле. А так ни в школе, ни в колледже, никогда, нигде, потому что я очень стеснительная. Впечатления хорошие, это очень много эмоций, очень много адреналина выбрасывается. И, конечно же, какая-то неуверенность, она проходит. Давно хотелось попробовать себя в таких конкурсах. И вот подвернулась возможность поучаствовать. Предложили в правкоме университета. И вот поэтому решила себя попробовать в свои силы. Мне кажется, что тут каждая девушка достойна, у каждого свое. И, возможно, что-то во мне может приглянуться членам жюри, поэтому, возможно, у меня что-то есть. Высокие абсасы, черная майка и легендсы – традиционные для модельного кастингу в образ. Ничто не повинно оттягивать жюри от особой девушки. Под забороной – пирсинг, татуировки, аксессуары и косметика. При этом каждая девушка должна иметь с собой резинку для волосов, чтобы сделать хвост и показать жюри в уши и профиль. Однако внешне прыгожой судейниц повинны отповедать внутренне. Тому кожную из их проверяли на эрудицию, сценичное мастерство, спортивную подрыхтовку и творческие сдольности. Девчины спевали, танцевали, делились кулинарными секретами, демонстровали элементы фехтования и наводробили зарадку разом с жюри. Еще выше, выше, выше. Правая, слева, две. Я обычно из этого не разгибаю. Еще, пожалуйста, мало-мало, как бы хочется еще зарядку. Каб показать физичную форму, Полину Галамазову, мисс Гомель-2019, попросили зарабить оттискание от подлоги. Девчина годно справилась с выпробованием. Жюри так само звертала увагу на умение кандидаток презентовать себе, оценивала культуру мавлення и узровень володания английской мовой. Навод в опытных конкурсантах такое сумовье часом сбивалось панталыку. Было очень страшно идти, давать какое-то интервью, потому что определенных вопросов не было, просто это какая-то свободная беседа и просто рассказываешь о себе. И это очень мешало, потому что какой-то строишь определенный план, но когда он сбивается, ты уже не знаешь, что сказать. Конечно, присутствуют и волнения, какие-то моменты, которые не можешь контролировать на фоне стресса, но я надеюсь, что понравилось жюри и все, покажу себе в купальнике. Пока жюри оценивала конкурента, кастатние девчонки у Холли сочили за процессом по онлайн-трансляции. Первый выход и гутерка сменились в дефиле в купальниках, которое допомогло оценить внешние дадзины и уповненность у дельниц. Финал национального конкурса «Прыгажосте» пройдет 15 мая. Интересно, что за всю историю проведения конкурса, частей за все, мисс Беларусь становились представницы Грозенщины. Три разы. По две перемоги у девчонок из Минска, Бреста, Витебска и Могилева. Гомельчанок, сирот переможцев, еще не было. Сподяемся, что на реште селета эта статистика изменится намаганиями пригожих и разумных девчон Гомельщины. Ганна Коральчук, Василия Сипцова, телерадио «Компания Гомель». До других тем. В Гомеле прошел чемпионат областного спортивного товариства «Динамо» по рукопашным бою. За перемогу в особистом и командном заликах змагались опросовники райотделов милиции, АМАПа, ДАИ и роты конвойной службы УС Абл-Ваканкама. Споборничали бойцы в восьми ваговых категориях. На первом этапе спортсмены демонстровали технику рукопашного бою. Других – это непосредственно поединки у полный контакт. Сопросовник АМАПа Яуген Рэбика, вселедний чемпион краины по самообороне сярут правоохолников. Навод таким опытным бойцам на областных споборництвах пришлось и непросто. Соперники хорошего уровня, все готовились. Многих знаю со сборов, с тренировок. Уровень оцениваю довольно-таки неплохой. Один из этапов отбора на чемпионат республики. Дарыча команда АМАПа стала лепшей на чемпионате. На другим месте – сопрационники Шашерского райотдела милиции. На третьем – Жлобинского. Футбольные клубы Гомельской области протягивают под рыхток до нового сезона. Або два представники областного центра – Гомель и Лакомотив – будут выступать в первой лице чемпионата Беларуси. Про их планы на этот сезон ведет Вероника Гамзюкова. Футбольный клуб Лакомотив в минулом сезоне спынился у кроку от Пиды Стала на четвертом месте. В будущем главная задача – перемогать. Кардинальных изменов в составе не отбылось. Команду покинули у Владимир Старостин и Антон Шепелев. Зараз у планах тренерского штаба, который означал Андрей Горовцов, усмотнить команду. В центре уваги белорусские футболисты. Запланованы у межсезонней шерах товаристских матчей. Скорее всего, мы пойдем в футбольный манеж, вновь открывшийся. Будем заниматься в Гомеле до начала сезона. Спарринги распланированы. Ближайший 2 февраля со Славией, после этого Белшина, Спутник, Днепр и Гомель. У нас задача – собирать полный стадион на Лакомотиве и радовать своей игрой болельщика. Соответственно, стараться побеждать каждый матч. А что из этого получится, мы уже узнаем в конце года. Тым часом ФК Гомелю в этом году вернулся у первую лигу чемпионату. Минулый сезон у элите «Зеленое-Белое» завершили на 15-м месяце. Команду покинуло шмат ключевых гульцов. Зменився и головный тренер. Теперь клуб изначалевая Иван Бейончик. У планах на межсезонне так само шерах спаррингов. Яны стартовали сегодня с встречи с футбольным клубом «Минск». Для себя ставлюсь задачей побеждать. И для команды также ставлюсь задачей побеждать. Побеждать, радуюсь болельщиков содержательным, интересным футболом, но и, соответственно, голами. Что касается остальных клубов Гомельщины, то в первой лиге будут выступать Светлогорский химик и Режицкий сподорожник. Минулый сезон яны завершили на 11-м и 6-м месяцах, соответственно. Один и клуб Гомельской области в высшей лиге чемпионату Беларуси «Мазырская славия». В сезоне 2019 яны финишовали на 8-м месяце. Вероника Гамзюкова, Валерий Гопанько, телерадио компания «Гомель». Завтра в эфире «Беларусь-Чатыр» и другая программа нового цикла проекта «Большим спорт». В этом выпуске с окрытами поспеху поделится бронзовый призер олимпийских гульнях по авеславане на байдарках «Эканоя» Вольга Худенко. «Большим спорт» в неделю 26-го студента в 19.45 на телеканале «Беларусь-Чатыр» Гомель. ГТН-ші новини, информацию о проектах телерадио компанії «Гомель» можете знайти на нашем сайте в интернеті по адресі www.tvrgomel.by На гитом выпуске завершений. Усяго доброго і до зустрічі у эфіре. Дякую за перегляд!